Шли годы, а человечество становилось глупее, причем с пугающей скоростью. Некоторые питали надежды на генную инженерию, мечтая исправить эту тенденцию в эволюции, но, к сожалению, величайшие умы и ресурсы были сосредоточены на борьбе с выпадением волос и продлении эрекции. На самом деле это была цитата сейчас из фильма «Идиотократия» комедии-утопии Майка Джаджа 2006 года, но, согласитесь, что-то в этом есть неуловимо знакомое. День защиты детей. Мы открываем самый масштабный фестиваль в России ВК-фест. Давайте поаплодируем немного друг другу. Фу, как некультурно. Кстати, только что вы имели счастье лицезреть фрагмент выступления госпожи Ольги Бузовой на ВК-феста в Уфе. Ярой путинистке, между прочим, посвящен данный фестиваль был ни больше, ни меньше дню защиты детей. Разумеется, на концерте присутствовало огромное количество несовершеннолетних, а оплатила выступление гостей городская администрация. Я просто поплопну. Впрочем, если вы думаете, будто я сейчас возмутился, нет, эс, скрепы у нас такие просто, хотя тут, наверное, два в одном. Скрепы плюс традиционные ценности, к которым скрипцы так стремятся. Еще раз давайте полюбуемся на красотищу из Уфы. Это реальная журналистика. Что ж ты, милая, смотришь искоса, низко голову наклонять. И мы с сегодняшнего выпуска поехали. Продолжаем разгибать драгоценные скрепы в Госдуме. Тем временем похвастались очередными достижениями в области покорения духовности и морали. Руссо туриста. Облика морали. Ну так вот, накануне депутат Буцкая дюжа хвалилась перед моими коллегами на предмет. И вот сейчас держитесь за что-нибудь. И в этом году, сказала Буцкая, школьные выпускные обошлись без алкоголя. Да, вы не ослышались. На 25-м году стабильности детские последние звонки перестали быть пьяными праздниками. Школьники в этот раз не бухали. Далее событие, видимо, настолько сенсационным стало, что целый депутат Государственной Думы преподносит эту странную, в общем-то, для меня новость, как какую-то победу над чем только. Или над кем. Да что ты, черт побери, такое несешь. Вот и я фонарел, когда наткнулся на данный месседж в связи с чем. Захотелось спросить, господа депутаты, вы там не сдурели часом охренеть. Ура, наши дети, наконец, ведут здоровый образ жизни, верещит та же Буцкая. Алло, гараж. Знаете, когда я выпускался из школы, а это было, кстати, в страшные лихие 90-е, так вот, когда я выпускался из школы, таких разговоров можно было даже не заводить. Поскольку увидеть на последнем звонке подвыпившего подростка считалось не просто нонсенсом, но чем-то из разряда ЧП. Да, кто-то из ребят матерился. Кто-то уже встречался с представителями противоположного пола и даже пробовал целоваться. Кто-то покуривал втихаря, но пить нет. Нет, тогдашние школьники ни о чем таком даже в своих влажных фантазиях и не мечтали. К слову, послушайте, на каком русском языке выпускники из 90-х разговаривали, например. Потрясает здесь вот эта вся чистота, красота. И чувствуется, как будто ты вот где-то в другом городе. Люди хорошие, продавцы, не ругаются, не кричат, спасибо, пожалуйста, и добрые все, улыбающиеся. Приятно просто сходить, даже не для того, чтобы купить, а просто смотреть. Раньше, когда я был маленький, я думал, что вот они все такие, вот только и думал, что ядерные ракеты запускают. На самом деле нет, вот они не такие уж и воинственные. И даже наоборот, вот сделали хорошо, что открыли вот у нас в Советском Союзе этот ресторан. Ага. А потом к власти в России пришли подниматели с колен. 20 с лишним лет нас всех куда-то поднимали. 20 с лишним лет втирали нам какую-то хрень, простите мне, мой французский. Короче, втирали нам какую-то хрень про традиционные ценности. В итоге у нас даже школьники запили, а когда внезапно протрезвели, упыри и заголосили. Ну вот же, вот, и мы же говорили, что все было не зря, это победа. Ты втираешь мне какую-то дичь. Да нет, госпожа Буцкая, это не победа, потому что именно вы и ваши коллеги умудрились сделать вот так, вот что в России. В том числе и школьники на стакан потели. Только не надо сейчас валить с больной головы на здоровую, рассказывая сказки про тлетворное влияние загнивающего Запада. Про каких-то выдуманных вами же демократов и либералов, что на деньги американцам занимались все эти годы разложением подрастающего поколения. Хватит врать-то! Вся ваша шайка под названием «Единая Россия» находится у руля страны четверть века. В Госдуме ядро заседает с 99-го года, формально, конечно, с 2001-го, но по факту именно с 99-го. Вспоминаем Единство и Отечество, слившееся затем в экстазе. С 2004-го парламент полностью находится под контролем прекрасной партии на Е. Все, перестав быть местом для дискуссии, а к 2004-му Е-метастазы расползлись еще и по кабинетам власти исполнители, члены правительству, мэры, губернаторы. Все бросились в ядросы записываться. Для того, чтобы все мы были честными, честными прежде всего с нашими избирателями, с гражданами нашей страны, мы должны занимать предельно простую, честную позицию. Она заключается вот в чем. Если ты пользуешься поддержкой, ты не можешь разделять свою судьбу и судьбу той политической организации, которая тебе эту поддержку оказывает. Да, все, да. Хорошо, давайте попытаемся быть честными. Немного статистики. Все про тот же детский алкоголизм и так. В 2016 году, через 4 года после вот этой вот пламенной речи Дмитрия Анатольевича, на учете в наркодиспансерах состояло свыше 60 тысяч подростков, как склонных к алкогольной зависимости. Для сравнения. В 2003-м детей алкоголиков в России насчитывалось в 8 раз меньше только 7 тысяч человек. Нормальные такие рывки и прорывы. Трудилась же партия в поте лица, на благо страны, потрудилась на славу. Чемпионы, блин, по привесам УДМ. Правда, сегодня вдруг выяснилось, что... Во всем виноват Алексей Навальный. Значит... Острая тема. Господи, да у вас Бузова в трусах на детском празднике скачет за бюджетные деньги. О чем тут вообще говорить? А детьми, по большому счету, четверть века никто не занимается. Все, что делается, делается либо для галочки, либо для больших начальников, чтобы по телевизору показали один раз и забыли за тем, как страшный сон не так. Будь готов, всегда готов. Это слова пионерской клятвы. Как здорово, что спустя 102 года, с момента создания пионерской организации у нас в стране, пионерское движение в нашем Ливенском районе сегодня продолжает эти традиции. Как и 102 года назад, нынешние пионеры произнесли свою клятву и зардели ярким пламенем на их груди алые галстуки. Вот это прикол! Вот, кстати, ярчайший пример новой пионеры, или как они теперь называются, движение первых. Предлагаю, кстати, небольшую аналитику конкретно по данному движению. Итак, для начала, пожалуйста, вам статья от 30 января текущего года. Государственное издание «Интерфакс» приводит данные с отсылкой на несменяемого вице-премьера российского правительства Голикову. Кстати, тоже единороссы, читаем вместе. 5 миллионов подростков в данной организации уже насчитывается. А теперь берем в руки калькуляторы. Общая численность детей в России 30 миллионов человек. Это по состоянию на 2021 год. Миллионов 5-7 можно, наверное, смело отметать. Ну, потому что это либо совсем маленькие дети, либо дошкалята. Школьников останется, ну, пусть будет миллиона 22. Чё? Так это каждый четвертый ребенок в России пионером должен быть? Ну, так получается, во всяком случае, если верить пропагандистской брехне. А теперь, внимание, вопрос. Очень простой. Как много лично вы вообще встречали тех пионеров на улицах в последнее время? Или там в школе, как много их видели? Когда, например, отпрыска своего с уроков забирали или приводили туда? Может, когда на линейку к нему приходили? Много нет. А ведь еще раз таких детей должно быть не менее четверти. В каждом учебном заведении каждый четвертый мальчик. Каждая четвертая девочка и с красным галстуком. Еще раз. Это исходя из их официальных данных. Согласитесь, такое нельзя не заметить. Ребята с галстуками просто обязаны выбиваться из общей картины от этих галстуков. В глазах должно рябить. А что в реале? Видишь суслика? Нет. И я не вижу. А он есть. Вообще же в России в данный момент существует порядка 30 тысяч организаций, которые занимаются патриотическим воспитанием молодежи. По крайней мере, должны заниматься. По крайней мере, на бумаге эти организации есть. И даже бабки на них регулярно выделяются. Будете смеяться. Ну вот, например, данные на февраль 2023 свежее не нашел правительство. Выделило на детей почти 40 миллиардов рублей. Ну, в смысле, на вот эти вот детские патриотические организации. И это только из бюджета. Не забываем про внебюджетные фонды, про бабки, спонсоров и так далее. Да наши с вами дети, по идее, в шоколаде должны быть. Как сыр в масле кататься без единой родительской копейки на минуточку. Вот только, знаете, здесь хочу, наверное, сказать словами моей маленькой дочки, когда она что-то не может найти. Папа, дед! Как-то так. Ну и под занавес я, если честно, уже заканчивал писать сценарий, когда данная новость прилетела. Готовы! На первого замминистра ЖКХ Ставрополья некую Ольгу Селюкову возбудили уголовное дело за, вы не поверите, за махинации с квартирами детей-сирот, о как! Предварительный ущерб составил свыше их 50 миллионов рублей. Не получилось, не фортануло. Я, если честно, даже не хочу это никак комментировать. Единственный вопрос, который было бы уместно, наверное, задать в данном случае, интересно. В какой партии та Селюкова состояла? Республиканской или демократической? Да, да, я про партии США, разумеется. А еще, кто поддерживал и продвигал кандидатуру этой мадам на протяжении всей ее политической карьеры? Да неужели Шульц? Или сам король Великобритании? А, впрочем, да вы и без меня все понимаете. Вопрос лишь в том, поймет ли та же Буцкая и остальные ее товарищи. Все! Переваривайте. Это была реальная журналистика сегодня. Вот так. Подписывайтесь на канал. Лайки, репосты приветствуются. Это помогает продвижению видео. В соцсетях тоже жду. В друзья добавляйте с тем и предлагайте. Поднимем, обсудим. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok